Как дождь возвращает семя, так церковная служба укрепляет душу в добродетели. Молебны – это краткие церковные службы, в которых верующие обращаются к Господу, Божией Матери, Ангелам и Святым с молитвой о своих нуждах и обстоятельствах. Молебны бывают просительные, когда мы призываем помощь Божию. Или благодарственные, когда славим Творца за Его милость к нам. Молебны могут совершаться по самым различным поводам. В храме молебны, как правило, совершаются по окончании Божественной Литургии. Человеку, просящему совершить молебен, необходимо самому присутствовать на нем и усиленно молиться вместе со священником, который от нашего имени возносит молитву Богу. Один из самых распространенных молебнов – Водосвятный. В его чинопоследовании Церковь призывает на воду Божие благословение. Освященная вода именуется Святой. По молитве Церкви и верующих она обретает особые благодатные свойства. Начинается молебен пением тропаря Святому Духу. Поются тропари святым, которым служится молебен, и припевы им. На молебне бывают чтения апостола и Евангелия. Во время мирной ектеньи Диакон произносит особые прошения, в которых возносятся сугубые молитвы Богу. После совершения ектеньи и чтения молитв священник трижды погружают в воду крест с пением тропаря Честному Кресту Господню. Идет на исцеление Духа Христиану. Спаси Господи, люди Твоя. И благослови настояние Твое. Побили православным христианам на собротивные дары. Завершается молебен молитвой святым, которым совершается молебное пение. Применение святой воды в повседневной жизни православного христианина многоразлично. Ее пьют натощак, обычно вместе с кусочком просфоры. Ею кропят жилища, домашний скот, землю с посевами, транспорт и многое другое. Добавленная даже в небольшом количестве к обычной, святая вода сообщает ей благодатные свойства. Так поступает в случае нехватки святой воды. Нельзя забывать, что освященная вода – это церковная святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия. Она требует благоговейного отношения к себе. Молебен отличается от частной домашней молитвы тем, что совершается соборно, священнослужителям и верующими. Соборная молитва особенно действенна и ценна в очах Божиих. Молебен можно совершать не только в храме. В зависимости от цели он служится в поле, перед началом полевых работ, в домах, больницах, школах и других общественных местах. В основе многообразия церковных молебнов лежит стремление церкви одухотворить человеческую жизнь. Церковь учит нас совершать все земные дела с Божьей помощью и по Его благословению. Мы должны просить Господа направить наши дела так, чтобы они были угодны Ему и приносили пользу ближним, церкви, Отечеству и нам самим. Когда мы обращаемся к Господу с просьбой исцелить нашего близкого от тяжелой болезни, послать дождь для спасения урожая, когда просим об освобождении находящихся в плену, мы должны твердо знать, что все эти испытания посланы Богом. Стихийные бедствия, наводнения, засухи, землетрясения, о прекращении которых служат самолебны, могут также посылаться Богом для испытания и укрепления нашей веры, чтобы в бедах и напастях мы не унывали, но обращались с молитвой ко Творцу, которому повинуются все стихии мира. Посвящая Богу свои начинания, прося благословения в делах и благодаря Господа за милость к нам, мы учимся во всем полагаться на Него. Мы начинаем осознавать, что все, что имеем в жизни, даровано Богом. Мы учимся искренне любить Его. Любовь ко Господу и веру в Него мы должны пронести через всю жизнь. Это будет нашим единственным даром Богу в ответ на Его безграничную любовь. Старайся не начинать никакого дела, не принимать никакого жизненного шага без освящения молитвой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok